сезон если у него идет игра и он в зоне то все это вообще невозможно обыграть эту команду если мы берем те карты где они хоть когда-то проигрывали в этом году то это вот была плотная душка в центре давай просто вот впишемся всей команды и будем душить пангольера да это план это план который срабатывает не только против квина конкретного целом и видели против найт панда с такую историю просто приходит амарк вардан был от команды найт панда смита просто один-два раза 35 убивают и вся игра заканчивается и будут твоего плеймейкера просто не выходит дота и талон выходит на first blood все же у тебя есть таск талон проходит по своим сигнатур ком для q что тени что сейчас тусик будем внимательно смотреть брестал бака наверно закрыта можно сказать фантом к и правил бист кто вдруг кто-то давно не играл правил бис может купить себя гоним и с апрором создавать волны которые дают эффект брейка и с ним уже убить брестал бака не составит особого труда не просто кажется что брестал бак в данной игре в эти конечно не сплывет и из-за того же много брейков но как будто бы как лист как старт игры вот и они ответили этот вопрос взят зомби зомби мне кажется реально фиксит все проблемы которые когда ремонт возникнут у гладиаторов остался киу кровавая граната даггер остается декей прыжок от квина толкают киун нажимает на сноубол но он остается на пангольере но правда на контратаке уже и команда талон пытается убить квин может отсюда не уйти квин скорее всего не уйдет он взрывается от рук энджета париша на селлари на лоха п нажимает декей уходит на горку ну вот так и инвокер что самое приятно на поле сах да могло быть такое что панглер бумеров а ладно тут еще брестал бэк я про и жмёт а слушай а не знаю джи джи не вывезут стики нажаты и того же стаков спрей было много и понимает быстро гейми гладиатор стопора уходить тоже проблем не в том что они не вывезут там или вывезут а в том что они опять его пробили по хп и он не может сейчас выйти на линию из-за зомби хорошо выйти что сколько игры не было бреста до конца одушки линии макаром зале залили еще аппарата да тут как вы убили то вообще иллюминает просто залезил и все а его все мы знаем что вы не а без иллюминает то есть я не представляю что и и у пробил пистата в нет потенциала для убийства на уровне один с его прокачкой казалось какой-то жесткий мисквы был в любом случае потому что но у тебя нет обивок чтобы въехать него если он где-то подошел где-то оступился может быть котел подкинул там как-то затоптался ки них нет на двух героях станут но и промолвить просто под опрором нанес просто пробился руки подать значит может быть и не мисплея может быть реально как-то же очень классно вышли я не ждал аппарата что его могут так подкинуть и под опрору убить ладно это не так пока важно 12 счет при этом пангольера в центре мы видели убийство то я вижу что пангольеру это никак не мешает он чувствует себя шикарно это герой квина давайте будем честно это один из главных пангольера вообще про сцены сейчас на интернешнл что не сомневаемся что все в порядке будет у него на стадии линии а по ганга мы уже говорили да может быть будут приходить туда таск пытаться как-то подлавливать после свэш бакла убивать чуть попозже посмотрим лишь кадушка происходит опять же без собак всегда это душить линию стоит льет все герои не могут там переведите колючки а здесь из-за того что есть зоби и очень мобильный кор герой они просто постоянно его прыгают и вот он пришел умер пришел пол хп там проберишься 5 3 гениться и из-за этого нет пока игры даже без собака чтобы начать ее как-то что-то делать а потом еще брейки появится есть возможно он просто несуга на пигре да ну ладно пока не будем так рано хранить пристал байк ему там хотя бы уровень 3 нужно взять хотя вижу что прессик на топе он просто не заканчивается постоянно салари выходят этими декей мы спамят бесконечно скоро появится тамба тамба плюс даггер прыжок ты под замедлением не факт что выходишь будем будем смотреть я думаю что вот боковой линии нас приятно удивят снизу про милбист уровень 5 и будет и там веселуха как правило пистана это ли не убивать без ruptura вообще не представляю со есть здесь такой полу рошан выходит но я дам для парта очень тяжелая же игра так ну была драй взрывается правил бист стикил 23 лотус был активирована и испытается уже убежать 23 из по 100 питофа не может и есть одно убийство вот тебе и полу рошан но сами сами джи джи пошли на по ладу оппоненту и вот так вот поставились дали даблкил врыв на дурачёп тамба стоит дурачёп выпрыгивает и взрывается об нейтралов это хороший кейс при условии что нового просто вы убили он бы не вышел никак 32 талоны резко по сайдам начинает давить молодцы молодцы и даже брестлбэк которого то уже говорил что в игры нет игра резко появляется это спина что и снизу и сверху и там бы там где-то нападали и в как прошлой игре это было вот когда они даблкил отдали найти сирене то что они просто не рассчитали своих сил либо опять же это гига план перезарядить ресурсы пока убийство мало дают сейчас у тебя фуловый зоми там условно фуловая фантом к фуловый прайма вы хотел все эти герои возвращаться на эти линии продолжают дышать и тем самым возможно вы должны сейчас много денег или там неприятности принести но это опять же это если они какие-то гига мозги и там много уровня понимания доты возможно не просто на фидере не рассчитали урона да да на прошлой карте весь мы видели такое поэтому будто история повторяется по целому талон старт уже намного лучше на центре пока равенство смещений на центр от саппорта нет иллюминейт ой было близко еще и под глиф сыграли чтобы тикер стоял с трудом эти крипов добивал прессинг идет уже за тавером не хватает он слова если просто на 23 его прилететь и там уже признеговать под вторым а брестол да король король джабс из грязи в князи доминирует на линии тофу рошан ой идеально получилось готовы снова безвыходная ситуация и такая вот редкая ситуация как убийство об рошана для саппорта джи и 2 потал поэт через 15 секунд вот на форса смотрим саппортов примерно одинаково но 3 core позиции у талона пока стоят чуть лучше пойдет что ждем 6 лвла ждем подключение какое-то командное дота но за линии в этой второй карте того нам уже явно мы ставим плюсик больше чем его ставим гладиатором тофу про обузил бутылку залил маны и ну в общем то фу лову тут еще у тофу из и фласка в запасе и танго остается да вроде как линии стали хорошо нарадоваться пока нечему потому что принципиально остается проблема виде фантомки которая там уйдет в лес который все равно по фарму не так уж сильно отстаёт от блаттикера то есть бэф может получиться быстрый нападение от квина криво получилось очень еще этот сноуболт бесконечный в лучшем случае убьют таска что будет при этом стофу тофу пытаются убежать в лес его пытаются добиться с ферриком это делают все живой кьюит ставит просто идеальные шарды но против пангальера они не работают но с большим трудом с тандаром этого таска получилось добить там за порядка 10 секунд и у нас разменов видим четверок размен произошел я просто подумал о том что панга и в обычной игре достаточно неприятен дать собрать секера его ультимативную точнее а здесь уже под котлом еще будет очень тяжелая будет играем реально вот надо упороться в то чтобы к вину не дать игры а он по итог час рак забирать чуть ли не в соло мне кажется такой размен им не в плюс так помощь помощь будет ли она вообще дурача один телепортов не будет дурача пытается выиграть время но вот время для того чтобы команда пришла а так конечно уже лучше наверное даже поскорее умереть появиться и пойти фармить дальше команды не пришла не пришла да на это были причины хотя я смотрю он дайанга ресурсов хватало но мог ли 10 дайанг помочь ненавидеть ибо бресталбеку я думаю плевать есть там она и клиентом бы дальше спрейл и загрыз бы и зомби и 3 дурача бросают возможно вот это снова ситуация когда будут играть больше на эйса тут играть на квина дурача будет сам по себе ему уже есть приглашение в лес дурача при этом так не считает он прилетает на линию антон в этот раз команда подходит дурача выпрыгивает достаточно далеко но погони за ним продолжается очень много телепортов приходит праймал пист но у него до сих пор нет шестого анслоу плохой в оли не вкатились оли нажимает телепорт могут успеть добить успевают добить стамбой команда талон все еще здесь здесь очень много игроков и они могут продолжить атаковать платикер есть рапчер закидывается рапчер на праймал биста по моему да праймал бист стоит на месте табор падает он динает сандайн без там бы уже эйс один анслоу уйти может попытаться полюбираясь нажимает мгновенно сбивается и сноуболом и торнадо и дурачо затеял всю эту шумиху заваруху прилетел просто на тавр и больше проблем это заставило команде gg а что пока лес тяжело фармить он наверное планирует но отдали вышку и отдали то есть ухожу под т2 стою формули там где-нибудь он свое формули чуть позже то есть мне кажется команде и надо вот сыграть больше вот на тройку на двойку нормально ты где-нибудь доберет когда-нибудь с командой будет играть скорее обидно что правил пиз прилетел дамер и по экономике просел но есть и светлое пятно у команды g на данный момент это панга 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 пангольер он выходит вниз и не один двадцать трап терруктуры нет да 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 и он слоу на месте поэтому 23 тут уже обоюсь не спасти поливерайз можно засейвить оставить его на какого-то инвокера да да даже таска неважно любого героя сейчас можно по заполиверайзе попытаться команд gg курьер поставили на позиции от инвокер тут висел просто справа доб деньги писать каждому тоже приятно но прислал сейчас вот по идее у нас мы только что видели карту да как примерно работает 2 2 карты назад получается здесь тоже по итогу и джаб свое дофармит фарманет там стаки заберет себе денег наберет на аганим и вы также берет по карте успеет ли его команда правил места контрят пока на 10 баллов хорошо контряда позиция была неплохая представь здесь вместилась бы пангольер и был броню орлентандр ладно слишком много фишка много я фантазирую было в там баллы ты туда все прочее да 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 4 сул и так вот джабс моменту когда вы будет него гоним будет ли готова его команда прямо жестко все карты начать драки навязывать борьбу или будет не готов как же талон давит как же они душа есть ваш баку праймал пист на месте торнадо праймал пист останавливается тут же при этом команда талон хотят здесь драться они нажимают дополнительные телепорты поливираясь на брестал байка с фэш бакал эй забирает фраг получает панч больше урона команды талона 30 файти не будет пошла кровавая граната на микота микота под замедлением работает праймал пист и квин что приятно особенно продолжает фраги подбирать забирает стрик и понотворс он ощутимым лидерах 5 800 против 5000 приста а не летит ли к нему диффуз прямо сейчас конечно конечно должен быть диффуз и это дает возможность с орлен тандером который не был в драке использован продолжать таить продолжать играть с этой триплой андай энки перовзлайп пангольер промил биспут посключается антон дурачё уходит афк фарм до бфа там бкб может быть изолятора посмотрим стаки я думал фантомки оставят чисто говоря но смотри говорит ты мой видишь сейчас я глава вот именно ты на творста видишь мой должен антон сказать постаков немного в целом забить джи опять же сейчас он ничего не идет просто скачать лес талон и клин выгиб ему еще времени что он просто стоял ничего не делала качала лес выиграть ли он к вену время если заберет стать ну нет раз есть успел уехать подвесные не стоит без блаттикера заходить конечно не так просто фруктура это сильный аргумент но и кю сразу чистит обзор смог провалился попробует попозже квинс тофу просто тофу видимо на квин нажал вместе ходят еще не отрывается и квин быстро линкен сфера на да да очень очень умно тут очень мало таргетных спаллов так что сбить эту линку будет не так уж и просто но и вот так талон вроде доминировали давили карту а в итоге мы видим что джи по экономике ситуацию контролирует преимущества у талон большого нет и то это еще за счет стака в присталбеке сейчас очень сильно аптается не покупает быстро гоним на присте что терзатели что стаки конечно пармить очень приятно на ранних минутах да но сплошное удовольствие все десятый уровень есть полагонима есть вот не дефолтный примерно без тогда куда я думаю он купит агоним на вывести табличку насколько он быстрее или медленнее средний выставок это делает и поймем было ли у него линия сложно или портал он есть пока хотят гладиатор попробовать что-то сделать котел выходит из смоков выломает кварт захотят ли они дальше идти и прошить эту вышку или стоит разойтись талон что самое главное не хотят ничего делать улетают на топ парный портал попытка может быть найти антона дурачьё то есть позиции его очевидно что шахта это самая удобная позиция за силой тьмы где можно фармить лес бесконечно вот очень близки очень близки к атаке но нужно искать сыграть смелее нужен инвокер нужен скан скана у команды талон нет из был бы скан было бы конечно приятнее выходить так вот глубоко в лес тут уже селари на подсейве смещается кипер взлать пангольер нажмет телепорт у него ресурсов хватает и позиция уже не факт что у талон будет супер крутая селари пошел на поиски героев побольше найти и ведь нашел и сентрю нашел и героя нашел ну я бы на месте талон бы уже сваливал да нельзя так они игру не выиграть снизу свалили сверху свалили ну кнопка играть будет бояться бояться но мне позиция драться под т2 там там бана горе стоит пангольер катается в этом проходе ждем аганима бристалбека отыскал там половина горим нужен full аганим тогда смотри на запеку вина вот начать скрывается а это не линька а у перед угры против аппарата просто мы то есть мы здесь мы просто делаем сатаник вторым золотом это смело если вот я буду где-то где мне нужно будет загрузить немножко веса чтобы допустим там судно пошло на дно то я возьму этого человека а мы посмотрим вот может быть это окажется гениальная идея от смог возможно в этом но там ты в рельс долл и уверенность его уверенность не очень импонирует но это что-то похожее от топс она знаешь топс еще на появление этого слота есть такой есть такой то есть тут battlefury там какой дефолтный там там какой-нибудь нельзя это глины форсавчик сатаник просто просто бахаем что-то направо писта атака была или эй скорее выходил на него телепорты пошли руб туру блатикер дать не успел бресталбек с аганимом 16 минут 11 уровень в 12 уровень плюс аганим но хочется шар вот на 24 секунд беседуешь но линия короче идеальные средние тайминги пола не очень сложная линия него была то есть не и задушили это потому что его есть проблемки до небольшие на старте или игры то есть пробили по хп что выигнали телепорт какие-то дел у кью тоже видишь очень быстро да я появился быстрее чем оттените да ну это в общем кью один из его топовых героев поэтому наверно не удивительно что на нем настолько хорош инвокер дофармливает мидас я сказал еще не сильно упросил по экономике без этого мидаса присловия что очень мало убийств последние уже 5-6 минут несмотря на счет 313 ну и ждем ждем экшена такое было начало пангалер с диффузами пока не так себя сильно раскрыл ждем атак и команды этого хотят обе команды в атаке на миде на миде никого не будет полон здесь найдут лишь в башне крипов классический бристалл который за спиной вся команда и т-1 падает полный игнор хотя дурача очень близко не хватает обзора ночь на дворе нет вардов и плюре мотов и не увидеть ну и вот я смотрю на творцов и там кто очень бодро добирать и вот и вот очередные статьи теперь уже для нее да нам есть три смари тофы еще делает круто успешно еще еще поможет быстрее стаки выформлять приятно приятно но мы знаешь такое ощущение что понятно к чему все идет если команда талон сейчас не будет действовать чуть активнее фантом сейчас купе тут эти бкб бф и дезолятор и опять 25 начнется блатикера я перестану верить активно при условии что прайм лоббис может купить себе бкб и просто прыгать этого блатикер пульверазить и его в том числе и убивать в этот момент но все же да тут сама гонима тут говорили он будет он будет даже вместо бкб тоже мне кажется даже если будет не было брейк механики вот это та и радио на реально неплохо было в любом случае станов мало контроля мало ты просто ходишь и там милишник 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 это просто много урона в любом случае не говоря уже приятно бодрится хорошим тайм талоны забирают его на халяву gg знают что происходит но у них уже времени не хватает быстро переместиться играет на центре три игрока что ничего страшного стал он нам в прошлой игре аэгис погубил они вроде были с аэгисом но в итоге слили тимфайт который стал для них нам чалом конца сатаник все ближе у квина я прямо жду посмотреть как как он его реализует и идея забавная как они аппарата будут зонить чтобы он не мешал знаешь я тоже люблю эти истории что там сейчас аппарат айсбластом попадет это очень непросто особенно в пангольера попасть айсбластом пангольер герой не статичный он в траке постоянно то там то там то там айсбласт попробуем ну давай айсбласт не попал но и не целились в этого пангольера убивают зомби не готовы были джи но зачем принимать траку пока у фантом кинет бакаба я бы немножко просто на месте джи подождал да пусть противник с рошаном да пусть противник забирает товара чуть-чуть переждать а это буквально минуту 2 руб тура просто уходит дурача причем подальше так топово с не пенящим ее понимает где соперник думает быть на продолжение нападения но не говоря не было и он тоже выживает много ним есть шарт есть lotus хочет сделать я не очень просто знаю какие слоты прямо позволит ему в соло высадить я слышал историю что дамыш колючек и раса сильно бустит тем что он любит брать на наверно для выживаемости да но здесь опять же из того что ориентировочный брейк один он уже видит вторую фантомки когда-то появится может из-за этого такой выбор тут на 830 быстрее чем среднем и если собрал да увидим что все же там оттенка б покупает blink гоним не появляется настолько быстро а тут кп фул игнорится да и мы видим что ведра и . высокий когда у тебя появляется гоним на этом персонажи да да интересно двигается карта gg вроде хорошо фармят gg по экономике впереди но карту они потихоньку отдают башня упала на центре т2 упала на топе селлари но это уже до конца он никуда не уйдет еще такие успел нажать я думал они будут стоять уже до последнего но нет решили что еще не время они бы оба умерли за страйк селари то подсвечим был да да его сикер видел но на страйк не попал да уж смешно получилось надо больше помощи ну вот он сатаник в инвентаре у queen на топе нападение сразу же проверяюсь бкб может быть телепорт можно нажать да это нет да поэтому помочь не может никак если мы что соберет потом что-то тоже бано этого героя а пока бы кадры лишний здесь не будет и фантом к может потом тоже когда ты без и сделает мы про блаттикер вообще мало говорим о фарме то он очень быстро несмотря на стпф и есть молнии выкачиваешь карту на уровне шарта гоним по плану поможет ли ему это вот я просто опять же я не уверен что и он перехилит бурст урон фантомки у нее не очень больших и попул а бьет она очень больно здесь за по плану поэтому какого-то там цикада там vk достаточно хорошие варианты шарты огонь не собрать как она будет работать здесь я вот не уверен а из бласт летит сэлари колд снэп и mp она их здесь один ларим должен раз баста догорать фраг для микота ну как-то все ждем и ждем и ждем и ждем а джи джи пока просто игра таким вторым номером что-то похожее от спирит мы видели на протяжении всей групповой стадии тебя и противников айгис я думаю не просто холдятся что зачем лезть если можно не лезть честно говорим когда вот он спадет в целом смотри только зомби с они отдают все никто же не надо вообще что страшно как будто он смог заревелил на просто сейчас мари он же шар получился убитого торминтера до смерти вроде как мог ли он успеть залезть интересно не знаю не знаю но все равно приятно если шар тунда инга есть особенно там против том же плацикер может спрятаться против аппарата а круто круто получил получил ультимейт для пони ладно я посижу мне норм дура чё тут ставится 1000 золота будет дизоль и все лишь пока он делает то есть ему бы еще шар тоже купить это даже не ради брейка просто в очень много урона за клавишу вопрос но как-то пока этот шарт вообще не в приоритете был понятно дизаэтра дает тебе больше пропала егис будет бкб у бреста при этом так убил получился лотус там в рецепт и нефтишка лежит дальше бкб решил что лотус это конечно круто в биста это шикарный слот но нужно выживаемость получить чтобы роли на тандром тебя там например не затыкали ух 24 минута игры до разбаловали нас на первых минутах команды и у снова перешли на карту похожую по сценарию на прошлую где формируем да если не особо торопится куда то есть понимание у одних что делать у вторых нет понимания что сделать чтобы не дать первым достичь того что они хотят и просто сидят по пол карты качают но пока бы бристу в это то есть можем опять же раскидывать карты то что соберет следующие потому что пару интересных вариантов мы уже увидели может быть чем-то еще удивят как тебе не за этом гарпун на зомби лиги куда-нибудь тире саганим и так далее нет не не видел не видел митяй но всякое может быть опа в мидас вот и она вот это тот момент это тот момент а вот реально этот тут от получается blink midas вот такой билд ну что ж можно можно по-разному оценивать таких тасков но есть винрейт сто процентов тасиков которые имели мидас в инвентаре потому что один из 20 из 19 это это ты мог не говорить это нюанс который знать не обязательно а правил писта сейчас подойдет может доказать урон то чем родносить сейчас дождемся когда хотя не знаю бристалбек то спрей то спрей спрей то урон очень много правил писта что если вы сейчас просто возьмут и убьют и стаба там убить пить пить правило без появляется его доедают и что дальше в дурачё прыжок а там гост на что париж и не урон не пройдет пошел лиминейт катает 23 23 можно убить роли нтандер по двоим цепляет еще и жабса queen останавливается и убивает блатикера добивает аппарата прыжок от q пошел панч добили пангольера где же антон селари один против двоих где-то тоже не справляется по здоровью видимо с инвокером не поделил справился ну прамил бис ничего в тимфайте не сделал он страдает бедняга он ведь играет без бкб как понимаю по-прежнему и не просто оказывается один сайланс тебе уже не дает доту нормально играть чё же говорить про ruptura да ну чё пока покачаем еще то есть я уже видел не даст я еще подумал о том что ты когда-то на старте и время 26 но ты не спрашивал какие варианты есть талон я придумал raptura аганим тустера и просто пинаешь чего бог да кайф мне нравится да аганим на тускаре принципе крутая история да это реально опция то есть ты вот пинаешь снова в догонку доезжаешь и фрэш еще распинаешь я сам представить героя который может это пережить плюс какие-то бласты тому локер может добавить чистый урон и на вафрике чистый урон то очень много боли бедный на зомби постоянно из бласты ну что ж талон уже впереди при этом дурачи остается в топе по над ворсу есть у нее еще аганим шарт возможно теперь будет попроще убивать брестал бэка даже без помощи правил беста таки был бесполезен они бы убили его и так мешало бы когда очень сильно ждем пока не секунды добью тогда 6 или типа того gg все же это драку очень криво принимали могут они сами начать вот как раз нажимают смог и на топе преддверии рошана будет сейчас веселье 2 баунтируны ходить не бегал данным-давно важная драка может быть это щас будет началом конца одной из команд вот прямо здесь и снова позиция где уже небольшое преимущество случае рошана можно будет с байбэк прилететь байбэка я вижу только два правда пангальеры аппарат queen навряд ли умрет первое нападение киперов злайта пошли удар от брестал бэка нажимает бкб ставится там по прячется киперов злай в этот раз очень быстрый топ и выходит после там бы фокуса больше никакого дурачев уловы под руб туры двигаться в драке не может пангальер зато свободен праймил бис аналогично можно идти дальше катится queen 1 против троих 23 очень быстро выходит из тимпайта нужны замедления дефузак остается на кью прыжок на кью кью дает панч кью здесь оставляют сноуболу нажал но дурачу этому очень жаждет найти еще какие-то цели но никого больше нет но вот так как получилось очень легко для дрожжи подрались очень хорошо они нашли инвокера просто в супер мис позиции и впитали фокус в котла в которого не хватило урона и зомби его заселил прошли прошлый файл как как выглядел висят шарды от тускара пройти не можешь все бьют тому и никто ее не совет который сидит вашей сейчас не было такой ситуации берега стоит того внестит котел и ты вообще не хочешь там драться но весь джаб заходит а из глаз полетел врывается сюда пристал пэк фантомка умирает тут же то нет идеально все получилось фантомка остается при этом сыром джабс без бкб без бкб драться я уверен что это очень плохая идея врыва дурачу залетает руб тура прокаст пошел от инвокера дурачу антон есть сыр он его нажимает прыгает под руб туры делает убийство на блаттикере но это была конечная для антона джабс портал queen а лоха п и добивает пангольера есть байбек в окупации смысла ноль и пера в золо лайт домой санстрайк залетел в топу еще господи идеально жестко жестко да вопросу почему самый раз и почему не идеально потому что можно было вообще рошана не отдать то есть чуть-чуть поздновато залетела но так подрались да хорошо и вот джаб свое отработал зашел на фырку 7000 урона важные фраги сделаны но тоже остались без сыра без аисы обе команды и теперь им будет попроще зачем файты решить кто же сильнее потому что не надо думать над таргетом или еще чем-то таким на брестал бы конечно топ топ урону это в общем того мы ощущаем ух ну что и мэйт готов ли ты переобуваться уже потихонечку и готовится к третьей карте к третьей карте готов перебываться это не про меня я очень простой то есть я сказал что талоны проиграть значит моем понимании талоны проиграть даже если они выиграют для вас для слабых дух тогда тогда будем смотреть ну да я с тобой согласен и для меня фантом ассасин это вообще герой который при любом преимуществе отставание всегда может в итоге выиграть там вот этот фактор опиры 6 слотов и начинается веселье я слышал что фантом ассасин уже не то и я таро об этом и говорил что крит там шанс стало меньше но я вот смотрю ужас какая у нас или третий игровой день похоже фантом к остается пули и она просто вдумайся что герой получил несколько дебустов и каким же он был сильным до того как это случилось если даже сейчас она вся простых игр выигрывает баланса героя получился 55 стата сейчас за насколько насколько же сильная она была ну ты видишь что и дурача тут билд менялся саганин не рашится первым слотом не бегается вечный блюд с бф бкб дизоль 0 и фаер и только потом уже шард взят только потом будет аганин да не быстро до когда-то все равно пользу свою дает но все равно герой немножечко и по-другому теперь выглядит ощущается и это на это нормально если бы все было как раньше то сейчас вы какие-нибудь вариант составов там сорта в бденди брали бы это интернешнл но правильно правильно что этот патч неожиданно вышел и подав фантом ассасин просто неадекватно выглядела такой же был пупу с вами остался все еще все очень хорош как сказал просто он стал этот нормальным героем да ты уже можешь альтернативу выбирать спектра у нас на турнире появляется также герой крут стал спать и выходить ну и мэр то само собой это супер кайф но вот я уверен что какой-нибудь там тинкер если бы команды распробовали чуть больше было горков он бы также появлялся как мой рта в каждой игре акварден такой же то есть из мой из и из хорошего на память раз таки заготовить эти атаки этого героя и он там уже несколько раз сыграл не всегда успешно но хорошо что герои обновляются и новые появляются у нас dd есть в запасе дорожек гладиатор будет искачать драку но пора-пора перевесить 7000 за команда талона фантомка все еще в топе остается я бы сказал что пока проблема команды джипа ощущение в тимпайте очень тяжело промил без удержать позицию нормально врываться что промо без тата то есть бкб вообще не будет у эйса то есть любой сайланс для из это конец просто апрор не жмется предупресс не жмется но будем смотреть при этом плотный этот промил бист ведь его теперь там за одну руб тура навряд ли выйдет и команда же джип пинкует на то что появляется на карте при стал бэк хватит ли смелости дойти до него оставляет рубежин потому что и гем у котла 2 гем краски убристал дак вот и он выходит фыркает пробуем так пора-пора-пора по моему просто идеальная схема лотуса нет ну и веер ножей при стал бэка просто за 2 секунды уничтожили это было легко а это реально самый жирный герой команды талон да причем клин пошел искать не может быть такого что ныне те чем вот так один пойдет покатился а там никого там никого реально вот так и котел дует и никого а где они почему тогда пошел а знаешь почему же апси бывшая четверка в городке руки помнят надо прочекать вижу пошел проверять сейчас на байбэк могут выбить такого пристал века ноги на ген тоже развели обычно обычно да с такой позиции при убийстве самого какого реально самого мощного героя команды талон ты можешь и дальше продвинуться но дурача так не считает нет телепорт быстро съели пачку крипов и уходит gg никакого риска играем аккуратно дурача тем более копейки до аганима остаются можно и немножко зачилиться а там и до 25 можно уже подумать игру до этого доводить так инвокер боковая купил себе никото пока без хексов ликен сфера будет прамил без там о аганиму таска прямо сейчас вот и она кстати вот она но вот и вдумайся него и фиасовский камень ими даст он прямо реально запланировал себе вот этот найти эти деньги купить от слот причем у него в запасе дает хэдбанд как он и брали называется плюс хастрейш забирай план да это это реально их win condition то есть уникидами рактуру и герой улетает и там что-то придумали ну круто круто а может быть и реально хватит выкинуть и там в один удар сделать грубо говоря и дурачев по это вполне сада никогда никакого нет да ты же не можешь там а если из глаз прилетает и тут уже не работает схема ой это было жестко это было настолько быстро но в порядке все страйков сидят хилит там вот он летит и полетел можно конечно позабыть какой-то момент что тебя просто видит мокер но тут все в порядке смоук инвокер энд что паришен тасс команда талон преддверие рошана готова выходить фантомку покупает себя гоним план капкан на готове руб тура и варлус кик мы можем удивить действие прямо сейчас ждем врача торнадо мимо пангалер покупает и гоним ролин тандар квин сам поехал влетает далеко вперед один поймал руб туру что делать дальше дурачев прыжок 23 0 и файр нажимается бесполезно но пока никто не умирает врыв отправил писта дурача подкрепляет врыв и убивает быстро инвокер 23 отступает дурача также отпрыгивает ибо там один кюр но нет это варлус кик конечно совершенно не то труп тура была уже использована на пангальера поэтому от варлус кик этого смысла никакого нет он и прыгал туда за пангальером но панга запрыгнул на гору и он не достал них vision стоит чуть левее он просто не видел его то есть идея в этом была он под конец раптура привел чтобы откинуть по пангича но queen в зоне его так нельзя и вот и 7000 остается ничего 0 команда джин ждали бы этого да я думаю вы ждали то есть никакой сенсации не происходит сейчас то что происходит с джи это просто их тайминги не очень радовка которая который в ресторан не очень нравится что у них глобальный есть они пытались не получилось но сама по себе то есть за идею лайк за исполнение пока 3 но еще не вечер да то есть тикер откатился в то пропушил линию ты за целый по идее себе центр но сейчас не подставится игра продолжится в любой драке в любую секунду попытка можете начаться успехом герой просто умрет за тур и вот прямо сейчас будет по моему идея это сделать сам strike ice blast дурачё дурачё не понимает что происходит полетел дурачё и прямо в полёте вот вот так ведь абсолютно верно ты говоришь это будет происходить и на базе и в районе t4 то есть даже когда будут падать роль всегда можно будет героя выкидывать сторону фонтана по труптуре или без и пытаться возвращаться но антон тут себе явно переоценивал не знаю может не ожидал что могут так ворваться на него нагло и убить тускай мне кажется даже вот настолько преисполнился этим моментом что пешком подошел до хагер чёт там еще вопрос подошел и просто пнул это я выхожу во двор мяч бежит летит там я не особо разбегаюсь просто отбиваю так и здесь не особо парился и проверяется аппарат видится что рошан встал а это третий рошан в нем у нас еще и рефреш и фантом не будет это возможно до пропил этот до профтура например да 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 тем более был тигр хотел себе купить самый рефрешер но тут же делать нечего они отдают рошана 1915 мы конечно тут говорим что джи выигрывает и так далее но интрига остается талоны борется по максимуму лотус на анда инге 1 на групповой стадии те ай анда ингов то было сколько у нас по ощущению штук десять мы видели сейчас я я просто смотрю давай 4 4 он нам показывает 4 анда инга ведра и 3 выиграла 3 выиграла кто же выиграет а я со вторым монитором листу точно панд помню для соло брали ну ладно не будет знаешь кого героев не банилась и не пихалась я думаю штучек 30 может набраться 12 вида весело идет третий день и всего 12 героев не было в пике в бане и какой герой в этом списке тебе кажется не даст странным лишь рак тинкер тимбер по элфис малых что ли думаешь наоборот полный шляпы в моем понимании уже точно по разу брали а вот эти герои почему почему их нет причем я точно видела что в паблике много пятерка играла на абадоне и абадон тоже не появлялся ни в пике не в бане 3 40 аэгис у команды талон возможно же сейчас ну куда на базу эти строй противника особо делать нечего а вот талон стоит проснуться и сейчас постараться поиграть активно стратегия есть варлузские круптура и без есть сыр есть рефрешер у бристалбека вообще остается надо надо попробовать приступать на две спины дать быстро на самом деле тоже это раньше так опция же не было хотел тебя у герой есть какая хоть и нюк какой-то бурст возможно в этом даже есть смысл возьмите привык и да там катаклизм 2 запускать вот все такое делать а как тебе реально вариант две спины буш на не просто стакаются ну то слоты только надо перекладываться как у него его сыр вместо рефреш сейчас положи их местами поменяй он точно влезет короче это интересная идея подумал об этом чуть попозже пока у нас продолжается побег по карте со стороны галлетра по что противника из а зачем на него лезть сидим и они просто тримит тримит еще подхалдятся я думаю потом уже будут смоги куда-то выходить и ждут почти все время верится же команд талон то есть могут немножко 100 плюс разошлись там тоже момент такой это драки джип подбирались к базе процент будет чуть-чуть повыше совсем немного что дота считает что блатикер плюс бристалбэк тем более с высоким уровнем у блатикера 2 ruptura уже есть насколько да приятно буду даже в линку играть и линка появляется и у кипера взяла это можно будет на фантомку вешать например я думаю в этом и идея прежде всего вышел вниз антон очень опасно джапс с другой стороны заходит дурачё плюре очень было страшно но было справился если блюр был старый вообще без шанс но он и новый не разреведил недостаточно близко подошел забирают в т.т. один вышку на 42 минуте и в гипп ура это файп может там пойдем т2 ломать т3 все-таки у того на файли с ним надо что-то делать как будто бы знаешь твой ход шахматах этим тебе надо придумать что и куда идти дурача подбирают руну визу тут недоработка талон могли могли этот момент контролить по и джи мне кажется не можно и слева забрать он там зомби уже наметился на митинусе да 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 и все локер пойдет же или искали ся талон главное солари тут во время нажать телепорте просто валить отсюда пытается сам форстав есть бегает бегает так 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 то хайпы котлу 20 уровень докинул и себе почти 20 взял у них саппортов зомби на самом деле даче чем было да ничем на самом деле а когда он на двадцатом или 25 берет таланты тоже вообще нереально будет мне уж не убрали не воскрешение вроде не тамбу правильно все так вам воскрешение нет двадцать пятом уже чё там у него щас 6 атаки а ну 6 а так окей все равно супер мба с 2 там бы ставишь сломать их нереально и чуваки у тебя под фокусом просто до сюда по этим томом лазит кстати жалко что воскрешение убрали прикольный был талант твоим за двадцать пятом там кулдаун был огромный но все равно это хотя бы доказывала ими героя подработает так сначала шлем убрали который нейтралка помнишь кто недавно это сколько там мира да 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 что же там он да и конечно как споришь в эти первые дни павле нейтральных шмоток это просто это было реально не дота совершенно игра я тебе рассказываю захожу в фабрик запускаю я первые шмотки 7 метров попадают в меня катаклизм летит потому что был огонь этот книжка до назывался на время до удавался по мою ну да 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 ты такой типа не понял ну да там четвертый условно экзорт залетает четвертого уровня катаклизмами как бы чем там где-то драк идет я делаю телепорты просто умираю поэтому какие-то вещи то что их фикс это нормально раз конечно лесные шмотки пришли баланс вот идеально более много-много обсуждали как сделать может она в начале игры нужно чтоб команда выбирала какие шмотки она хочет получить но в итоге сделали кажется наиболее идеально кстати ninja gear особенно любимый командным в этом буквенном патчу по фикселя не можешь его перекладывать и туда-назад то есть то есть вы перекладываю что эффект заканчивается я думаю справедливо изменения что можешь его носить степи до врываться в нем потом потом свопать но все равно сделали не менее юзабельным вот не будет вот этих вот героев которые вечно бегают в инвизи у тебя и смог и шмотка другая активная было было нечестно так ладно у нас атака вылаз атака от команды gg пангольер с линкенсферой пангольер с аганимом с мантией невидимости варта тофу тут же в виде 23-го поехал в 3 нажимая тут же вторую руб туру queen остается где же туск поехал пангольер этот шарик просто бешеный пангольер почти без хп есть сатаник он нажимается таник он пытается отъедаться полетел быстро из бласт пангольер спрятался в тамбу промил пист в эпицентре тимфайта убивает аска он без байбека команда талон пытается уйти на базу уходят все потрачены все ресурсы блэкин баров нет ну и gg горят gg горят много урона уходит промил пист хорошая позиция у джи остается ну пока на этом все пока на этом все как-то долго мы ждали таска который прыгнет с варлус киком и пангольера этот шарик не рыли бил но не хватило урона на 5 патчевал бы видишь он умом не стал вылезать из шарика сидел в шарде и ты вот его пинаешь и у тебя летит вот штуковина в который ты стучишься станешь на тени не по кайфу к нему подходить опять же милишник милишник все дп серы милишник а я на инвокере фантом к сидит но я включается я на тасику второе на 2 варл скик нужен рефрешера рефрешер может пристал бэк отдаст рефрешер таску 2 2 варл скика я думаю подруктура либо вообще убьют конечно конечно учитывая что он есть я правильно понимаю все вот эти касты инжи ты пинаешь издалека и вроде бы на дальше нет план я не буду эти дебри да да давай это я не по механика дурача можно писать потом ну вот так а тут карты без ноги сирены как он же не ответит ну карта без ноги сирены но мы уже смотрим 47 минуту при этом 19 16 и у дурача уже слоты то заканчивается ты уже такой думаешь ну там уже рапирка где-то может может появляться к либо не потому что это там камбэк от нужно потому что это уже слот такой целом понятно а давай накидаем вот у него 6 слотов чтобы ты поменял я бы например это battlefury избавился но и там чем-то pts заменил у тебя варианты battlefury в рюкзак знаешь не продавать но тем не менее то есть как будто бы есть слоты вот который чуть больше если бы емсли бы это был дезольтам трехлетней давности можно было сейчас дезольт слишком хорош слишком хорош что это еще дурача толком и не настакал от дезольт 14 всего лишь зарядов да пт пт бф бф драки он не нужен но пока далеко до этого ибо и байбек нужен и наверное какой-то рефрешер можно на фантомке купить команда джи-джи в атаке снова мне нравится vision у талона они очень круто могут начать тимфайт селари ставит в арт также ответный ставит центре поехал фантом ассасин прыжок на bristol бека bristol бек нажимает сыр дурачо под прессингом сатаник нажимает толку от него ноль выкупается аппарат без фантомки драться нельзя bristol бек на рефреше идет дальше плеется по всем подряд замедление дичайшие торнадо ой какой торнадо четверых цепляет правил без прямо в полете у ю ю ю ю ю ю выкупается дурачо пошел пульверайз пытаются убить плотикера плотикер убивает а из в соло пошли волна оброра микота с квинном застряли в узком проходе квин дерется один против троих помогает keeper of the light вина с ваш баклими кота уходит невидимость на горе застревает кю нажимает или порт пытается уйти телепорт от инвокера но залетает к камень а тейса саганим шард добивает инвокера очень много байбеков 3 байбека в тимфайте дом надо дурачу и самое важное надо итоге бы я вообще не понял как сикера настолько легко парам обеступил есть дэндж гляну на сушеная раз опором давай посмотрим я там мог под опором просто райдкликать но по 3 кап 4 семьсот двадцать урона ну-ка урон сумасшедший как будто бы он прям нашу текстурку зашел у него и там залетает аппарата по всем но неважно если кого не да нет предложения важно но конечно выдал он же игру только что спас сидит такой герой стоит его не добил он где-то тут-тут-тут кипачку побил уже full хп но то у тебя там у команды g половина команды красные конечно платить и ручина такие моменты бешен и бегать с другой стороны у них реально тараски сатаники они все могут себе здоровье тоже как он попытаться восстановить где-то очень быстро но если конечно из бас не попадает просто всегда вот этот фактор вспоминаешь станете фантомки потом думаешь окей аппарат дала ультимейте свой дракуи начинали же с того что фокусную аппарат сейчас он потратил бай есть до 2 баю оставшие героев есть серия есть рефрешер затея с рефрешем как айс глаз долетел дурачё с айгиса могут быстро выбить поехал queen queen идеальная прокатка пули вирайс на таска подсоебить он не может хорошая цель что именно таска выбрали таска умирает он с байбеком аппарат летит пристал бэк на фул контроле нужно помощь таска срочно второй пули вирайс пошел под рефрешем убивает пристал байк он с байбеком где байбеки никто не выкупается вот он байбек только сейчас руб тура прокаст варлус гик дурачё почти на фонтане но пока можно играть минус айгис нужно чтобы кто-то подошел нужно дать возможность прыгнуть аппарат покупает хекс он его тут же нажимает залетает со строки еще одна руб тура еще один панч умирает дурачё без байбека пытается уйти прайм лоббиста стимфайта врывается платикер и оставляет если прайм лоббиста прайм лоббист умрет он будет с байбеком есть телепорт пытается драться появляется новый пули вирайс но он просто один против четверых так ну ладно что талон будут делать прямо сейчас знаю что фантом и не будет сто секунд и типа виду ломать надо что-то сделать что есть они ничего не сделают то они потратили 3 бая да 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 и встанут когда тогда все ребята посмотрите на урон пойду посмотри митя и вообще что да я вижу антон я наносит море вот я вот смотрю на антону ладно сикер количество прожива фабилов ты видел нет не видел но там уже походу не сикер да там уже какой-то инвокер там уже четыре рактура 4 вот этих вот док поражима 3 был драйта да понял а мне нравится инвокер заедал сам как тебе хайп до полная шляпа сейчас фреш по-моему бристалда когда ехал так ладно катается гвин прайм лпс не выкупается мне кажется очень хладнокровно ждут и по 45 секунд это еще очень много при условии что потерян глиф готова дать мид я думаю готова дать мид если это будет только одна линия джабс врывается по 34 полетела из пласта это уже не смешно убивая тофу queen горит на фонтане там ба ставится queen выживет падает мид горит 35 секунд из них еще но трон не успеют можно пойти на вторую линию попробовать но тоже уже уже риск уже реальный риск либо появляется правил бист ты остаешься здесь без байбеков умираешь игру заканчивает противник остаются остаются оставаться тоже опасно потому что вы еще все люди потратили на я говорю оставаться прям страшно 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 вы должны эти казармы идти но реальность правил биз заедет а он уже идет потомка там как-то дотерпит надо уйти молодцы молодцы талон принимает решение такое может непростой вроде тут одна казарма добить ее 5 секунд но нельзя нельзя было рисковать фух 52 минута но вот вот пошла дота вот талон и борется дурачо нужно не знаю умыться проснуться антон может намного больше делать тимфайте на вот этой фантомке ему тяжело раптура среди особо ничего нельзя что-то линку он придумал это не супер решение проблемы и тузка тоже пинает проблем потому что слишком много била который мой талинку собьют но до творишься 436 пока что в пользу талонов но мы видели да что вот только что был файт там на байбеках как-то задевались где-то ли задевались без байбеков по ним понимаю к чему ты клонишь в принципе джи могут рискнуть и снова пойти вот они сами но талон талон принимают решение все же выйти первыми напасть не забывайте что аппарат купил хекс такой неожиданный герой который с хексом бегает на 53 селари первый вышел пошел расставлять вижену успевает выпрыгнуть блин дайгер уходит и тем самым смоук развеял скан нажимает команды g очень классно попадает видит q прыжок на оли пытается быстро убить аппарата аппарат умирать без байбека якса больше не будет фен катается дальше убить и q и все комбинация заканчивается пытается убить быстро таска таск умирает без байбека все больше не будет варианта ворваться с руптурами и дать фарл скик дурачё получают руптуры стоит на месте внутри на него прыгать эйс тампах все тамбай на этом заканчивают вот третий телепорт очень опасные уходят остается здесь пристал бэк бристал бэк также без байбека контроль это вольники сфера сбивается поливерайс идет дальше без на бристал бэка играет без пассивки своей пристал он умирает без байбека остается инвокер на супер лоха п критые пошли а дурачу прыжок на 23 дальше прыгает квин по т3 платикер заканчивается он с байбеком но его команда нет его команда без байбеков инвокер также сможет вернуться в игру за миг кота идет бесконечно погоня госволк у него в кулдауне свэш бакал дагер же из краешком зацепили 2 на 5 как это дефать может быть лететь на 4 я не знаю что делать но там уже квин никак не дефать они вообще могли не выкупаться там крипы супер далеко не ну ладно они бы успели резницы не кануну я не живу потопы идут ну сама ли вы вверх у вас был был один один по сторонам ты понял короче да без жопса было бы тяжело но это единственное что было важно стали бы выкупились попозже так еще запустили секундаун а ты знаешь что без лодака не будет и вот сейчас я пошел в трон вот я забил на эту сторону я вышел в трон и они идут трон они идут трон они забрали сторону это этих пара секунд в очень часто может 30-60 секунд быть пристал п.к. 25 до 20 да 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 это самое важное если туск тебя под фонтан кидают а крипы съедаются что там по пачке вообще бэкдор но есть есть липы есть вофиг вообще не важно можно идти и дальше бэкдор не включится полетел айсбласт орнадо остается голутрон команда gg продолжает просто битрон но это очень опасно фантом ассасин больно пошел санстрайк дурачё взрывается от санстрайк айс продолжает бить трон команда пытается помочь урона не хватает до пристал байка 30 секунд в ордос хик на фонтан пошел праймал бист эйс нажимает мантию невидимости но его прекрасно видит плотикер трона стоится на 60 процентов здоровья и что делать gg уйдут gg уйдут они не проиграли конечно этим моментом скажем так талон остается в игре вот что важно боролоски гандайка возвращают красавчик таск почему просто драка была выиграна идеальный фокус цели саппорт это самое нужное для gg даже на такой минуте не платить и рубить быстро именно таска и аппарата вариантов других нет но лирона фантомка зомби это патрика надо и полда ну вот опять же пара секунд они могли реально не ломать ничего лишнего сейчас вы добили бы трон вписаж с него сбаев например а теперь придется все все свои бои есть у противника спорта боя нет и на твоем фонтане тускар под свой фонтан тебя уже не век не то есть ты хотя бы в какой-то сейф в точки находишься в позиции но давай смотрели талоном надо тоже идти в трон на типа нет смысла стороны забирать купается ажа и от зомби но сейчас конечно забрать нижнюю линию тут никто в оккупаться не будет нет крипов уже не знаю на мега крипов и не успеют не факт что успеет игроки талон там т3 там тут еще и глиф при заправе лбис по-моему даже закупился там что-то летит фантомки что-то летит линька линька и правил бис будет с линькой понятно много линькин сфер полная защита от ботикера хоть и у него есть там ну ладно ботикер если захочет он нажмет все равно все кнопки он нажмет все что ему нужно благо рефрешер 2 руб туры и суммарно их 4 вот эта карта вайпбеке из приятного у команды джи будут а у талон с этим есть нюансы хотя у пристал бека 40 секунд таймер и денежки появится вон один тускар 2 а вот опять же два кора которые выкопились тогда ну давай будешь если пяти кора не укупились трон поупал и прошла купаться резонно просто возможно знаешь не так вот выкупились и знаешь что у других нет это очень лакомый кусочек короче в понимании для 3 успевали ломать трон вполне себе то есть он правил мог бы пробежать через трон мог зомби там и подставить фантомку там были варианты даже в той ситуации которой они оказались не умирать и просто закончить а так у нас новый рошан и тут опять же до 3 бая на 1 ну да по и в целом аппарата появляется ну да да байбеков нет байбеков достаточно врыв на пристал быстро а вот если его быстро в этот байбек выпить буквально за пару секунд было бы классно но очень трусливо врывается врача так и не прыгнул сам ждал идеального момента этого момента мы не увидели минус ультимейт мангольера заносим звезды минус бкб на джапсы тоже очень важно они считали какую-то raptura не раптуру из какая-то мобилка залетела так как виду то трогулок нет а теперь злойки не из хотел за при сумме не нормально это рефреш и джапс с него только одного кабана но хотя бы будет вообще если драка прямо счастье начнется то через 50 секунд и у котла откатится байбек и будет уже 4 доп героя и у тебя минуту 40 рошан еще сверху а это зона где дар сильнее да снова этот аванпост который может очень сильно помешать команде талон они вернуться не могут только травела какие-то вторые линии распушены насколько это было возможно сделать за вот эти секунды ух напряженненько напряженненько и ждут хорошо появился конечно тут уже битва больше не про рошана найти драку возле рашпита врача вышел торнадо бладрайт пачка съедается быстро антон еще один дайгер тяжело найти какую-то верную схему аппарат будет раздержаться как можно дальше от потенциального тимфайта чтобы точно из бласт выдать на телефон тонко базу для это приходится кому-то бы оттягиваться из-за двух сторон главное котлу просто держаться подальше а тимфайта чтобы точно фантомку можно было довести я думаю даже дурача устраивает такая история что очень классно фармит низ профармил центр профармил вниз телепорты ага понятно все поняли что это часто круто 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 да ну хорошо у талон есть возможность прилететь сюда быстро барри жарные больше вижена и те и те до поставили full of full vision наверху и здесь уже много вардов из интере не будет вот фаржи уже подъехали вот хорошо встречал поэйсу хорошо он пост теперь и правда здесь для команды талон айс бласт ураве рады ли стать и такое если еще спали что он залетел 2 то не будет куда-то улетел за карту все нормально а не отпускает его о шмоточки то я как ты не заметил что на таймере 60 плюс мирор shilft у phantom assassin ой 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 дуб шедлус для bloodsaker ага интересный кстати выбор предмета а x машина тоже и x машина xмаш два пкб да у нас два лутуса своим 3 нет или 3 пк да 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 3 пкб хорошо смотрим дальше букву в шадус у bloodsaker это реально любопытно обычно я смотрю саппорта любит этот слот забирать вообще талоны как будто бы сейчас могут носить рстону таска какая он мог вернуться и реально поймать фантомку который базу дефать и там ее убить нарисовано так но мне кажется он там будет в тот двор просто закидывать так ночи рошан проверяем знаем два мира счета кстати есть тоже полон скоро уфа вера весло данный вокер уже и дозолятор 2 и все это вместе с дейтаусом но и в опердах он теперь больше не пропорка за 2 травола и лететь просто базу ломать да да это это кстати тоже сценарий вполне реализуем этих смотрю честно все вот это ждем 2 травола и байбеки байбеки появляются у всех кроме зомби что переждали самый сложный момент и одна и другая сторона скан вот джи-джи точно в яблочко попадают таск на охоте мангольер поехал видели заметили прилетает квин линкен сфера дропается пошла руб тура врыв на 23 это очень может быть быстро 23 до конца дерется пытается бежать им файт убили платить и ронс байбеком прыгают на дурачё под руб тура драться нереальный инвокер какой-то невероятного просто руками раздает пульвер райс на инвокер выкупается фантовка выкупается платить кир квин пока наблюдает могут убить инвокера инвокер торнадо напоследок на его избивает один кипер взлойте мокер убили выкупается и он андаинг декея нажимает как-то пытается жить андаинга умирать нельзя он без байбека андаинг ставит тамбу после смерти ну и погибает конечно же без байбека драка 54 остается пристал бэк один против троих команда очень далеко инвокер ломает трон прямо сейчас один т4 это не страшно кому-то нужно смещаться пангольер инвокер весь байбека это был большущий риск для микота микота пытается убить фоллэн скай от квина микота рядом джапс ребята просто ломает рон знает что команда жжи проблемы с телепортами прилетает сюда еще из глаз подходит эйс поливер райс на бристалл бека бристалл бэк под бкб работает апрор подходит и тофу блайдниг лайт блэкинг бар действую должен быть еще и экс машина параллельно дурачё воюет один против троих пытается убить аппарата получает варлуз гиг что за хаос вообще нереальный мокера параллельно избивают центре я дурачё один полетел айсбласт дурачё может погибнуть и он без байбека он умрет без байбека это очень важно дурачё получает хекс должен еще раз прыгнуть сатане в кулдауне он никуда больше не прыгнет минус антона и трон уже и у команды талон начинает падать подходит крипы и на силы света рошан остается безумнейший урон от всех начало и бежит и уже же туда пойдут втроём вот чем вопрос они ведь идут они идут втроём они понимают что может быть не хватит и расканировали да да но это не это весьма неожиданно идти в 35 плате кира должно уже должна хотя бы 1 ruptura вот-вот откатиться трон там падает в этот момент нельзя нельзя долго гулять они пытаются выиграть время но на фантомки долго очень инвокер соло может рошана бить алакрите форжи до придется уйти придется отыграть еще раз даже не имея не имея егиса и в этот раз аганим скипетра аганим войки рога ним отдали будет кушать да видимо но не сама несут как будто что аппарату отдавать тоже как-то остальных езды аппарат кстати не так плохо какой-то демочек сможет дать лишним не будет наверно наверное да наверное да но все же инвокер в приоритете дурачё я вот чувствую что все же какой-то такой может быть немножко рискован рапиры не хватает чтобы вот влететь в этого плате кира и не пить его 5 секунд рапиру аппарата аппарата непон вот он дурачё подарок они они в трон идут они идут в трон все понятно ничего я торопиру аппарат просто будет бить трон своей командой они будут идти суицидом очень интересное решение пульверайс пошел до фантомки 20 секунд уже как-то терпеть а из база летает микота просто фул прокаст рефреш лес машина от бресталбека это было экс-машины рефреш вот-вот откатится падает и 4 остается голодрон ребята просто идут трон им плевать на тимпай трон падает трон падает очень быстро до дурачё 5 секунд прайм лоббист умирает выкупается тут же прислбек продолжает битрон фокуса нет контроля никакого нет сквозь пока не пробить и пристал бэк ломает рон команда талон принимает очень рискованное решение но она была единственная верная это позволяет перейти на третью карту талон мы в них не верили аналитики в них не верили но талон доказывают что так просто они в сетку лузеров не упадут блестяще сыграно развязка